Я, наверное, пойду от частного к общему, потому что я послушал таких больших специалистов, людей, которые давно вовлечены в образование, в такие новые формы образования, в школу онкологии, которая тоже такой особый был длительные годы и продолжает быть проектом по образованию, нестандартной подготовке ординаторов. И я, в общем, человек, который совершенно лишен, стоял в стороне от каких-то соцсетей, еще что-то. Напомню, что речь идет о канале «Новости онкологии». И исходно, в общем-то, это, по сути дела, такая площадка. Это в свое время, когда я его организовал, формально являюсь я его организатором, но по большому счету это равноправная такая площадка, где вот есть список администраторов. Есть еще несколько людей, просто редко пишут. Мне кажется, даже пара из них и не знает, что они администраторы этого канала и тоже могут что-то написать, просто ни разу не написали. Это просто свободное место, где каждый хочет что-то выложить свое интересное. И когда пришла идея создать телеграм-канал, а это вот, в общем-то, Анастасия Сергеевна как раз в этом виновата, потому что мы с ней вместе, помню, полетели на АСКО с одной компанией, которая нас спонсировала. 22-й год был, прилетели в Чикаго и по дороге, как раз где-то в аэропорту на пересадке, Анастасия Сергеевна мне показывает, что есть в телеграме, можно каналы вести. Поверьте, я не знал, я не был подписан на один канал. Я знал, телеграм использовал вот в WhatsApp, что это вот некая продвинутая версия СМСа. Туда можно еще что-то приложить, файлик какой-то послать, все. А какие-то каналы, что-то публиковать в них можно, оказывается. И, оказывается, это несложно вести. И тогда Анастасия Сергеевна показала свой канал, я думаю, как здорово, ведь можно же туда что-то выкладывать. И, в общем-то, это все будут читать. То есть это не чат, где все это, вот этот школьный, где для чего сдавать деньги, туда нет. Это совсем другой какой-то формат. И, в общем, так как поселили поздно, все планировали, вот этот вид как раз из моего отеля был такой замечательный, заняться было нечего. И как раз вот эта мысль у меня посеялась. Район был так себе, в общем, Анастасия Сергеевна сразу сказала, что это район опасный, там вообще ходить нельзя. Ну, ничего, в общем, в конечном итоге выяснилось не так все страшно, и до конференции недалеко. И, в общем, на тот момент я решил стартануть. Но это, конечно, эта картинка не отражает моего отношения, я не такой ретроград, и совершенно спокойно, конечно, отношусь, я люблю интернет, и искать, я люблю информацию в нем. Но нужно сказать, что до июня 22-го года у меня, ну, в общем, где я был? У меня WhatsApp был, Telegram у меня не было, ни в Инстаграме, ни в Фейсбуке был какой-то контакт. Ну, в общем, никогда ничего не писал, честно сказать. Потому что, а почему я это не делал? Ну, во-первых, я как-то никогда не подходил, вот не являлся тем человеком, который считал, что вот нужно каждое, что мне пришло в голову, тут же изливать на окружающий мир. Я всегда как-то искренне восхищался людьми, которые могли публиковать пост в Фейсбуке, а что они сегодня пообедали, а вот сейчас в ресторан, или вот они сходили, столько грибов собрали. Не, ну, правда, может, это интересно, но, с другой стороны, мне как-то было неудобно, что я сделаю мир лучше от того, или, честно, кому-то что-то интересно от того, что я что-то прочитал интересное, или еще что-то, в общем, сделал. Или сходил, может, даже на какой-то хороший спектакль. Может, я не прав, но я такой человек, что, в общем-то, я считаю, что незачем грузить своих товарищей, всех окружающих какой-то, на мой взгляд, бесполезной информацией. Вот. И, в общем-то, возвращаясь, для чего создавался этот образовательный телеграм-канал для специалистов, ну, точно, по крайней мере, не для чего он создавался. Он не для какой-то саморекламы, привлечения пациентов, заработка или удовлетворения каких-то нереализуемых комплексов, потому что по составу авторов, ну, администраторов канала, в общем-то, вы понимаете, что, Господи, если к нам завтра придет два раза меньше больных, чем их было сегодня, мы только скажем, слава богу, хоть это есть передохнуть возможность, может, лишнюю статью прочитаем. Вот. Точно не для привлечения, точно не для заработка и точно не для каких комплексов, потому что все люди, которые там участвовали, в общем-то, все самодостаточные вполне товарищи. Ну, может быть, у кого-то, это в том числе может быть важной составляющей. А для чего? А дело в том, что прежде всего для образования ординаторов. В онкологическом центре Блохина я как раз вовлечен в образование ординаторов, и у нас осуществляется подготовка по очень многочисленным специальностям, даже не скажу, по скольким суммарным специальностям мы готовим, не только онкологов у нас, эндоскописты, реаниматологи, рентгенологи, в общем, патологоанатомы, а вот именно за онкологов вот как раз ваш покорный слуга ответственный. И самая сложная, конечно, подготовка как раз связана именно с ординаторами. И как раз только что недавно перед этим, перед приездом прошел периодическая аттестация, мы в последнее время так жестко занялись ординаторами. Если раньше, в общем-то, да и как можно сказать, в большинстве наших вузов нашей страны образовываются ординаторы, да никак они не образуются. Их пускают в свободный полет, их роль – это некое приложение к интерфейсу, к печатной машинке, к клавиатуре, которая что-то туда должна ввести информацию какую-то, вовремя технологическую карту подать, в общем, иногда там что-то с пациентом собрать какой-то информации. Но, в общем, на самом деле никто, конечно, систематически образованием ординаторов в подавляющем большинстве вузов не занимается. В онкологическом центре Блохина мы там начали менять всю эту составляющую, есть, естественно, никто лучше двух составляющих кнутая пряника ничего не придумал, поэтому возможность дается, пряники, конечно, не раздаются, но в виде возможностей это уж точно. Потому что учиться в онкологическом центре Блохина – это надо быть конченным идиотом, что за два года ты вышел и оттуда ничего не узнал. Да ты даже воздухом просто дышишь, ты каждый день в лифте можешь поймать, ты ратируешься через отделение, где в каждом отделении работает один из ведущих экспертов нашей страны. Ты можешь к нему подойти, задать вопрос, а, как правило, все эти люди очень увлеченные. Нафиг тебя, как правило, никто не пошлет. Ну, если там вовремя только, не вовремя подойдешь. Вот, и поэтому, когда мы участвуем в периодической аттестации наших ординаторов, то, конечно, вот хватаешься за голову, потому что качество, что у них в голове, у многих – это, конечно, полный… Да. Дело в том, что сейчас мы не отбираем в ординатуру. Сейчас мы как по ЕГЭ, вот как по ЕГЭ люди поступают в институты, также они, соответственно, после института, по второму какому-то ЕГЭ, они поступают в ординатуру. Отбора это нет. Слава богу, в аспирантуру пока еще отбирают. Вот, и поэтому приходят некоторые люди, которые, в общем-то, впечатление, что некоторые из них вообще не учились в медицинском институте, а часть из них, может быть, и училась, но, в общем, не готова как-то учиться, дальше становиться онкологом. И, в общем-то, тут, конечно, стоит наша задача, как, там, не хочешь, подождите, как, заставим, да, ну, в общем, в любом случае наша задача, хочешь, не хочешь, отсеять, может быть, у нас отсеивается, мы из ординатуры отчисляем, мы, наверное, единственный ВУЗ, который отчисляет из ординатуры. Вообще-то во всех остальных это запрещено делать. Потому что за каждым ординатором платятся деньги, и если ты отчислил, ты тогда не выполнил госзадание, тебе нужно вернуть эти деньги. Какой ВУЗ будет возвращать деньги обратно государству? Мы вообще не любим что-то отдавать, люди не любят платить налоги. Это неудобная штука, потому что, если, вроде, получил деньги, потом их отдать надо. Вот, это неприятная история. И то же самое с ВУЗом. И вот в этом плане онкологический центр Булхина достаточно уникальный. У нас где-то, ну, 10, может быть, даже 15% ординаторов за все время в конечном итоге отчисляется. Потому что есть люди невменяемые, которых нельзя выпускать в свободное плавание, но они будут убивать людей. Это не нужно делать. И да, и мы идем, и человеку остается учиться последние 3 месяца, и мы отчисляем этого человека с ординатуры. Да, но, к сожалению, это так. Потому что должен быть определенный кнут у человека, он должен учиться. Это работа, это тяжелая работа. Когда я общался с резидентами, помню, с одной француженкой, которая говорит, слушайте, я первый год закончил резидентуру, это кошмар, это ординатура, это был кошмар. Говорит, я училась непрерывно 8 лет, постоянно сдавала какие-то тесты, проходила. Ну, только так можно стать специалистом. Это все-таки ординатура, это не расслабуха, которая, возможно, была в институте. Ну вот, и поэтому для того... С одной стороны, да, это я рассказал, куда катится мир, что ординаторы такие плохие. А с другой стороны, есть, конечно, объективные вещи. Они готовы учиться, готовы учиться, но, правда, они не очень понимают, а где взять информацию. Да, с клинической точки зрения, у нас есть там практические рекомендации русско, но это все-таки некая краткая какая-то история. А во-вторых, все это все равно дело отстает, все равно что-то нужно вот разжевать, преподнести новую какую-то информацию, вложить в голову. Очень многого выходит интересных публикаций, которые, тем не менее, не входят ни в какие клинические рекомендации. И, в общем, возникла идея, почему бы им не писать кратенько внутри. И, в общем, эта идея такая вначале была создана даже внутри, именно для молодых онкологов, внутри онкологического центра, прежде всего для ординаторов. И вот, собственно, как раз там 1, 4 июня 2022 года вот этот канал был рожден. Но в дальнейшем, в общем, из плюсов, кроме образования специалистов, большой плюс, для чего я сам его использую, это хранилище полезной информации. Потому что иногда прочитаешь что-то, потом сидишь, вспоминаешь, слушай, что-то было же про это, а где это искать-то? А оно там лежит. И через поисковик иногда находишь, так, с интересом, там сам с интересом смотришь, что ты сам и написал еще, оказывается. Ладно, там чаще всего, больше всего там, конечно, трудится у нас Алексей Александрович Луменцев. Иногда находишь, с интересом прочитываешь, а внизу, ну, у нас открыто всегда видно, кто автор. Потому что во многих телеграммах, вот когда мы говорим как раз, можем ли мы доверять информации, да, которая пишется, иногда ты не очень понимаешь, кто пишет эту информацию. Ну, ладно, когда монотелеграм-канал, там понятно, что там, если там Анастасия Сергеевна не взломали, то, наверное, это она написала все-таки, да? И по орфографическим ошибкам всегда видно, что ты в целом сам как-то там... Да? Нет, ну, это надо очень хорошо вас знать. Но если вы не просите перевести деньги, значит, это точно вы, и вас не взломали. Ну, вот. А вот в некоторых каналах, ну, не знаю, там, вот Департамент здравоохранения Москвы ведет канал, что-то туда новости какие-то выкладывает, или там Русска выкладывает тоже на своем канале какие-то новости. Выкладывает новости, а под ней подписи нет, а я не очень понимаю, кто это написал эту новость-то? Это студент какого-то привлекли, и он что-то сидит там... А может, он перевел неправильно? Потому что я же, может быть, не полезу дальше в эту новость. Это не очень узкая тематика, она мне, может быть, не очень интересна. Вот, и поэтому, и, конечно, доверие, оно рождается откуда? Если ты понимаешь, что эту новость написал там Алексей Александрович Румянцев, Михаил Юрьевич Федянин. Все, мы все прекрасно знаем этих специалистов, понимаем и экспертизу, в каком поле это написали. Наверное, если я оставил пост по колоректальному раку, ему можно доверить, и обсудил какую-то публикацию чуть побольше, если я оставил по поводу какого-то нового исследования с глиомами. Да, я еще тот специалист, как и большинство сидящих здесь, специалисты в лечении глиальных опухолей. Ну, наверное, что-то уже можно так подзадуматься. Да, что-то он там понаписал, но лучше попроверить на всякий случай умных людей. Вот, поэтому это тоже один из плюсов, что информация как бы должна быть все-таки подписана. Ну, и мне кажется, что со временем у нас все-таки сформировался... У нас канал ориентирован на специалистов, ни коим образом мы специально не ставили задачу под пациентов, потому что и пациентов нужно образовывать, но это совершенно другая задача. Как-то нам это было не очень интересно. Нам интересно прежде всего образовывать наших коллег. И, в общем, по сути дела, мне кажется, что на сегодняшний момент сформировалось вот такой формат, который такой востребованный. Ну, я сам всегда все примеряю к себе. Вот мне такой формат удобный. И, по сути дела, это... Вот, что придумали в мире, к любой статье есть абстракт. И в любом абстракте есть четыре пункта. Бэкграунд, некое введение, почему это так. Дальше материалы, методы, а как это делалось. Дальше результаты, еще выводы. Ну, в статье еще важная составляющая, есть дискаши. Вот, и, по сути дела, вот у нас сформировалась очень удобная штука, где ты, правда, можешь за минуту прочитать. 98% информации у тебя там уже будет, но для двух оставшихся процентов зануд в комментарии, если, правда, есть доступ к статье, пожалуйста, выкладывается статья или выкладывается публикация. Вот. Ну, кроме того, конечно, нужно делать все в... вносить определенную долю юмора. Вот, Алексей Саныч, хорошо. Румянцева это получается. Вот. Иногда потролливаем друг друга. Вот я специально выложил, увидев публикацию о влиянии кошек на риск возникновения шизофрении у их хозяев. Я когда выложил, я после этого даже засек время и ждал, когда Алексей Саныч, Румянцев выложит, а он большой любитель кошек, больше двух, да, живет. Сколько? Три, да? Три кошки. Живет дома, и поэтому я ждал с большим интересом на его реакцию. Ну, и тут же моментально выкладывается вот такая публикация. Поэтому, ну, конечно, у нас и так настолько тяжелая жизнь, что, в общем-то, конечно, и в любое серьезное дело нужно вносить определенный юмор. И, в общем, нужно сказать, что, по-видимому, данный формат, я ни на что не претендую, в общем, он нам... Самое главное, мы сами от него удовольствие получаем. И хорошо. В общем, данный формат, его содержание, стиль, они как-то востребованные, и, в общем-то, как-то проградиентно растет, так равномерно увеличивается количество... Как правильно назвать? Фолловеров? Подписчиков. Подписчиков, да, подписчиков. Вот, за три месяца, с удивлением увидел, вот 800 человек прибавилось. И относительно недавно проводили голосование, чтобы понять вообще, вот, которые... У тебя по 4 тысячи человек, а кто эти люди? И, в общем-то, я считаю, что это определенное признание, что мы видим, что пациентов... Кто такие другие, правда, это не очень понятно. Ну, хорошо, 28, что среди всех вот этих там 4 тысяч людей, 28 процентов, ну, возможно, не врачи, да, а все остальные... Ну, представители индустрии, это тоже все-таки, как правило, врачи вовлеченные, а все остальные, это, в общем-то, люди по делу. При том, что у нас всего онкологов в стране 10 тысяч, 12 тысяч. Что-то, мне кажется, в районе, вот цифра... Членов Пруска, мне кажется, 8 тысяч. Ну, не все входят. Ну, в общем, что-то в районе 10 тысяч, по-моему, всего онкологов в нашей стране, поэтому так уже, слава богу, что там половина из них что-то читает и что-то получает. Поэтому действительно новое время, в общем, ставит новые задачи. И будущее, не знаю, ну, вот сейчас уже чип стали в голову вшивать, поэтому, глядишь, а может быть, совсем все упростится, всем будут загружаться чипы с 10 терабайтами информации, в общем-то, и уже все будет в голове у наших молодых специалистов, и не нужно будет им их загружать такими старыми форматами, как телеграм-каналами. Спасибо. Аплодисменты.